вот у нас есть ремонт осенне-зимние куртки на утеплителе перестала застегиваться молния и вот таким вот образом раскрывается в общем она не застегивается вообще что я вам рекомендую перед тем как вы пойдете в магазин с этой курткой вы обязательно промеряете длину молнии на всякий случай конечно магазинах должны быть сантиметровые ленты но может быть где-то в другом месте найдете где не будет сантиметровых лент то есть вот у меня здесь вот смотрите если я вот так вот просто положила видите то кажется как будто 80 даже 79 сантиметров нет так нельзя берете и придерживаете молнию вот таким вот образом только двумя руками просто мне сейчас сложно это показать вот и промеряете то есть четко держите припуск одну сторону другую сторону в общем я когда четко вот так стала придерживать у меня длина оказалась аж 82 сантиметра а вот просто лежачим вот таком состоянии вот семьдесят девять с половиной так что пожалуйста будем хорошо промеряйте потому что здесь же все стянуты такие как бы слегка строчки но вам-то надо как-то правильно подбирать длину этой молнии и потом идти ее покупать так значит что 82 сантиметра я рекомендую брать эту куртку потому что нам нужно оттенок молнии искать если мы такой красные молнии золотом не найдем то нам нужно будет просто прикладывать куртки искать вообще хоть что-то подходящее с данной длиной здесь конечно было бы хорошо если бы мы нашли прям идеально по длине нашей куртки ну если вдруг на 1 2 сантиметра меньше будет то ничего прям критичного такого не будет но не на 3 на 5 сантиметров уж точно желательно конечно вот четко встык вот ровно 82 сантиметра например или длиннее смотрите или четко 82 или например ну максимум 80 что мне кажется что 80 сантиметровая все таки она будет продаваться то есть минимум 80 либо больше ну главное чтобы ее нашли такую красную в цвет да и еще и золотом они серебро ну желательно конечно золотом но я смотрю что вот здесь уже золото подстерлась но тут особенно хорошо видно на кармане на собачке что можно даже в крайнем случае там серебро убрать ну ну постараюсь заснять магазине как я там буду искать ну конечно лучше железную молнию чем пластмассовую а потом будем я показывать буду как мы будем распарывать и как мы будем ее туда вставлять и менять вы знаете пошла я по магазинам искать молнию но это как обычно оказалось очень таким долгим процессом и то есть хорошую в цвет да еще и золотую молнию длинную практически невозможно найти еще и красного цвета находила красный цвет но не трактор вот такой вот железный в общем поменьше поуже и в общем такого размера так я не нашла и решила я поступить другим способом тут в общем то это молния в хорошем состоянии здесь скорее всего дело только вот в этих замках а я уже их сняла сейчас я вам покажу как я это сделала и перед тем как вот показывать я сейчас вам покажу что вы тоже можете их снять и когда вы будете покупать вам на самом деле нужно будет вот здесь вот смотреть здесь номер восемь ну естественно взять вот эту вот собачку от молнии и пойти купить например магазине вот тут номер восемь он является самым основным а буква тут на самом деле d а здесь c да как бы не настолько важно главное вот эта цифра которая здесь написано здесь номер восемь да как я ее отсюда вытаскивала сейчас я приближу покажу вам я брала вот такую вот отвертку и и вот эту вот скобку только с другой стороны подковыривала вот так подковыривала и сняла очень легко она у меня снялась а только потом а я вытаскивала вот эти два замка они очень легко вот так вот вышли может не прям там сразу они вышли но в общем так чуть-чуть я даже ничего вы тут не поддевала вот так вот отверткой таких движений у меня не было извините за временные такие моменты значит вот эти вот собачки стояли вот таким вот образом вот как они стояли так вы пожалуйста потом их и вдевайте то есть одну вытащила вот когда вытащил эту железку и потом вторую вот так вытащила и когда уже я купила эти замочки собачки вот я их уже сюда благополучно и вставила теперь после того когда вы их сюда обратно в том же самом порядке одеваете этот у нас вот так вниз идет а этот вот так наверху что это молния может растягиваться в две стороны вверх и вниз когда вы сюда и ходили вам нужно будет взять вот эту вот скобочку и очень аккуратненько поставить ее обратно также как она зеркально как она и стояла с другой стороны но вам уже понадобятся такие плоскогубцы у меня на самом деле еще молоток есть так и очень аккуратненько там задвигаете ее максимально вот сюда и вот так вот зажимаете все и не надо на молнию выпарывать страдать дом ее втачивать еще что-то с ней делать вот и все можно там перепроверить но сильно не пережмите а то можете вообще и раскрошить теперь берем нашу и начинаем застегивать все на этом ремонт молнии закончен я почему стала снимать сначала видео связанная именно со сменой молнии я сначала поверила клиенту подумал что тут действительно молнию надо менять что она вот так расходится а на самом деле здесь было только дело в собачке еще иногда можно его так прижимать этими же плоскогубцами но тоже это ненадолго а там с двух сторон вот так вот как я руками делаю так прижимаете но ее можно раскрошить лучше пойти и купить такой же вот замок собачку и поставить сюда ее молнию вот в общем то мы это уже сейчас и сделали и не надо нам вот это все распарывать просто здесь очень такой длительный процесс и дорогостоящий с курткой в общем-то с молнией все но пока я тут покупала эту собачку и обратила внимание что у нас вот здесь вот вот такая дырка сейчас я вам покажу как ее зашить не распарываю не распарывая куртку очень аккуратным таким красивым швом вот я нашла нитку в цвет в два раза и сложила сделала узелочек перед тем как я сейчас ее буду зашивать мне нужно расстегнуть молнию на капюшоне да ну чтоб не легче было туда подлазить вот пропускаю вот так вот нитку туда подальше мне надо сначала ее закрепить что этот узелочек может не выдержать и желательно вставлять в тот прокол который уже здесь был нового не делать ну и не очень толстой иголкой вы работаете а такой потоньше пропускаем там внутри ткани и выводим вот сюда прямо в то место где был прокол стежка иглы с другой стороны то есть совершенно прячем это очень важно ну и быстрее а так иначе надо будет куртку распарывать шов в рукаве а если он в рукаве а может быть и в боковом шве куртки по-разному бывает вот так залазим видите как я вхожу в бок а когда выхожу иголкой параллельно стежку ставлю сейчас как раз при вас это все и сделаю бывает что нитка путается видите как я с ней работаю с этой ниткой так такой как бы потайной шов который очень часто я практикую если нельзя быстро легко залезть с другой стороны сделать полноценный нормальный шов вот ему теперь подходим к самому самому вот и вот так берем здесь за миллиметре где-то я беру мне главное чтобы с лица было очень все красиво так аккуратненько чтобы у нас вот эти вот что если она сейчас зажмется я ее потом не вытащу так если такая ситуация берем и заднюю ниточку тянем хорошие нитки так ну вот эта нитка которая здесь была ее можно вот так натянуть вот это вот то что вот в общем то то и распоролась и туда вовнутрь ее вложите не обрезайте ее я думаю что о видите я ее зажал зажала и туда ее отправьте так теперь опять напротив этого же кусочка мы идем вот сюда извините так проводим затягиваем тут даже петелечка видите вот такая образовалась подтягиваете эта петелечка уходит тут сейчас самое такое неудобно видите как я беру вот за один миллиметрик под низ я беру потом зажмем вот эти вот нитки если надо то мы их вообще потом уберем вот главное вам напротив этой же петельки все время идти вот напротив тех проколов иглы которые здесь уже были вот так в бок видите здесь я иду напротив а потом в бок и вот таким вот образом мы с вами и полностью зашиваем вот так затягиваем сейчас я буду доходить до конца и покажу вам как еще раз это завершить вот я уже почти дошла видите я до игол до вот этого прокола делаю на миллиметр ниже захожу и вывожу в то место в которое уже было вот эти нитки ну они сами по себе вот так вылезли я сейчас их просто видимо обрежу вот доходим почти до самого конца сейчас вот таким вот образом тоже там на миллиметрик и до вот этой прокола еще на миллиметрик так то же самое и здесь и стараемся вот эту ниточку туда спрятать потому что не спешите ее сразу обрезать оно дальше пойдет распускаться еще дальше вам придется эту такую вот строчку имитировать дальше ну вот практически оно то и не видно хорошо нам надо где то еще вот так по хорошей строчке еще минимум сантиметр пройти а лучше два и только потом сейчас я покажу как я буду заканчивать ну вот этот вот ремонт вы спокойно можете сделать сами не имея никакого специального образования в общем то по большому счету этому не учат не в училище нигде это вы так со временем с опытом приобретаете этот навык попробовали получилось сделали дальше пошло ну вот тоже почти второй сантиметрик пошел так вот когда уже очень хорошо оно держится вот сейчас последнюю петелечку смотрите последнюю завожу и провожу где то там внутри ткани внутри куртки но так чтобы не было видно с изнанки видите я вот чувствую где иголка что она точно не проткнулась и вот так вот где то ну вот тут получилось что в плечевой и вот так протягиваем все поэтому никогда на том же месте где вы завершили вот эту вот строчку никогда нитку там не обрезайте всегда ее куда то протаскиваете это крайне важно вот и здесь мы можем уже под корень обрезать немножко пушок вышел вот этот вот синтепоновый или холофайбера все готово можно одевать и носить к тому же сейчас так холодно стало пока пока